Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. Красивая фигура давно стала одной из ключевых ценностей современного общества. Ведь привлекательный внешний вид свидетельствует о здоровье человека, его финансовом благополучии, отсутствии безразличия к восприятию себя окружающими. Но, к сожалению, мы не молодеем, и с возрастом, либо в силу неправильного образа жизни или таких естественных процессов, как роды, люди сталкиваются с проблемами, появлением лишних жировых отложений, квадратной талии, птоза, стрий, растяжек и так далее. Многие из перечисленных проблем не решить ни с помощью изнуряющих тренировок в спортсале, ни посредством разнообразных диет. В этом случае единственный способ, который приходит на ум, обратиться за помощью пластического хирурга. Современные технологии и методы пластической хирургии позволяют улучшить фигуру при минимальных рисках и максимально быстро. При этом эффект от большинства хирургических манипуляций остается на долгие годы, а то и десятилетия. Пластический хирург Максим Вуилов Фото, инстаграм.ком слэш доктор Ваилов липосакция абдоминопластика – два основных направления пластической хирургии, позволяющих привести в порядок свое тело. Однако они имеют определенные нюансы. Абдоминопластика позволяет устранить излишки подкожно-жировой клетчатки, даже в случае очень больших отложений. Классический метод данной операции подразумевает проведение горизонтального разреза над областью паха и вокруг пупка. Хирург через получившийся разрез удаляет излишки подкожно-жировой клетчатки и соединяет прямые мышцы. Результат налицо – красивый и подтянутый живот, о котором пациент не мог и мечтать уже долгие годы. Однако у абдоминопластики есть и определенные минусы, связанные с достаточно длительным реабилитационным периодом. Все же абдоминопластика – настоящая операция, со всеми вытекающими рисками и последствиями. Липосакция – процедура более щадящая, но далеко не во всех случаях способная привести к желаемому эффекту. При проведении липосакции жир выкачивается из области живота с помощью конюль, проколов, следовательно, и посредством разрезов не проводится. Как результат – меньший по продолжительности период после операционной реабилитации. Кроме того, липосакция не устраняет ряд погрешностей фигуры, которые можно ликвидировать при проведении абдоминопластики. Например, это удаление лишней кожи в нижней части живота. Следует помнить, что результативность абдоминопластики гораздо большая по сравнению с липосакцией, и эффект от операции сохранится на максимально длительный период. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. Продолжение следует...